Это была завершающая поездка по завершению программы стажировки и параллельной переподготовки специалистов инженерного факультета в количестве 10 человек. Где мы как раз в Пегас Агро осматривали завод, работали с специалистами и ознакомились с техникой сервисной службы, знакомились, смотрели новинки. Для многих из нас было открытием увидеть современный завод, который находится территориально, так скажем, на расстоянии вытянутой руки. Завод развивается. За последние три года произошло утроение производства продукции. В рамках как раз обсуждения кадрового обеспечения именно дуальное обучение для них является тем самым вопросом, где они бы могли использовать наших студентов с перспективой дальнейшего у себя трудоустройства. Так как на сегодняшний день уже имеется порядка 20 вакансий на постоянное место работы. Это производство находится на уровне самой современной, не только в России, но и в мировом производстве. Как раз за неделю до нас была комиссия из Японии. Данный завод попал в программу перезагрузки отношений с Японией. И все то оборудование, современные станки, машины, комплексы, которые расположены на этом заводе, которые работают, они все японского производства. И сами японцы отметили, что не все японские предприятия сегодня соответствуют такому уровню, который на сегодняшний день находится в Пегасагре. В рамках дальнейшего сотрудничества появились возможности и договоренность предварительная о строительстве на территории Академии, на инженерном факультете, учебного центра по подготовке и переподготовке специалистов аграрного сектора Самарской области, который будет располагаться как раз территориально внутри двора нашего факультета. Будет в этом году возведен учебный центр площадью 700 квадратных метров, где будет размещено оборудование, особенности конструкции в натуральном, подчеркиваю, натуральном виде, ни чертежи, ни плакаты, ни рисунки, а именно в натуральном виде. И будет выстроена программа на год, расписанная по подготовке и привлечению производственников именно на территории нашего факультета.